Здравствуйте, в эфире программа «Лицом к лицу» и я ее ведущий Евгений Агарков. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приоритетных шагах, которые необходимо предпринять, чтобы сделать Украину особенно привлекательной для инвестиций. Это открытие рынка сельхозугодий к 2020 году, широкомасштабная приватизация в течение следующих пяти лет и установление конкурентных правил на рынках, также упрощение ведения бизнеса, в том числе принятие закона о конце всех и уже в этом году. Что еще нужно сделать, чтобы привлечь инвестиции в Украину? Это тема нашего сегодняшнего разговора. В студии с нами эту тему будет обсуждать управляющий партнер лизинговой компании Esco Capital Сергей Васьков. Приветствую вас, Сергей. Есть у нас такая цифра 587 миллионов долларов. Это то, что вот Украина получила, это иностранные инвестиции в Украину за 2019 год. Если сравнивать эту цифру с предыдущими годами, что вы можете сказать в сравнении? Это много, мало и перспективы. Ну, если сравнивать с предыдущими годами, то это несколько меньше. Пик пришелся у нас на 2016 год, когда было практически 4,5 миллиарда зашло в Украину. В 2017-2018 уже было значительно меньше. Но стоит учитывать, что этот год все-таки это год выборов был и президента, и парламента, поэтому иностранные инвесторы, они все придержали, скажем так, программы какие-то. Вот если посмотреть по кривой, по схеме, этот год самый низкий по инвестициям или нет? Да, он пока что самый низкий по инвестициям. Но еще и не конец года. Но еще и не конец года, да, еще есть время наверстать упущенное, с одной стороны. С другой стороны, мы за все последние три года не смогли показать инвесторам какую-то динамику в привлечении инвестиций, что мы хотим действительно их привлекать, даже не с точки зрения законодательства, а с точки зрения именно улучшения борьбы с коррупцией и улучшения юридической системы и судебной защиты инвестиций. Вот об этом мы еще поговорим с вами, касаемо борьбы с коррупцией. Вообще, касаемо инвестиций, чего может ждать Украина в этом году? Есть ли, знаете, какие-то планы или заявления каких-то компаний, которые говорят, что готовы открыть, например, определенные предприятия в Украине или сделать определенное влияние в нашу страну? До сих пор активно идут инвестиции в зеленую энергетику, потому что на сегодняшний день все равно, хотя идет снижение уже постепенно зеленого трифона, но все равно остается одним из самых высоких в мире. Точно так же сохраняет интерес инвестора к аграрному, аграрной отрасли, к аграрному бизнесу, но и занимает достаточно высокую долю этой инвестиции финансовый сектор Украины. Многие эксперты говорят о том, что Украине нужны портфельные инвесторы и стратегические инвесторы. В чем разница и в чем их важность для нашей страны? Смотрите, я думаю, что Украине нужны все инвесторы, какие только могут быть. Что касается стратегических инвесторов, то, конечно же, это инвестиции, которые заходят и открывают новые производства, открывают новые бизнеса, создают дополнительные рабочие места, создают вокруг себя бизнес. Это очень хорошо, но тут надо различать, про какие конкретно компании мы ведем речь. Если, например, мы возьмем ритейл, то согласитесь, что очень приятно, что на украинском рынке ритейлером номер один является эпицентр. Это украинская компания на 100%, которая развивается в Украине, платит дивиденды в Украине и всю прибыль оставляет в Украине. Если мы посмотрим на соседнюю Польшу или даже ту же Россию, то у них лидерами в сегменте DIY ритейла являются как раз таки европейские компании, типа Leroy Marlain или Obie. Соответственно, хотим ли мы, например, получить иностранные инвестиции в ритейл DIY, чтобы они конкурировали с эпицентром? Ну, мне, например, приятно, что наш украинский ритейлер является номер один и он конкурирует и не дает заходить сюда никаким сетям, потому что у него процессы настолько хорошо налажены, что уже очень сложно с ним конкурировать. С другой стороны, если мы говорим про аграрную отрасль, тут тоже мы больше, например, должны приветствовать портфельные инвестиции, которые бы заходили и вкладывали деньги в украинские компании, давая им какие-то технологии и ресурсы для развития, чем просто скупка земли и развитие просто как бы выращивание каких-то культур. Почему? Потому что украинским компаниям нужны деньги. Финансовый сектор Украины очень узкий, у нас очень мало на самом деле денег в системе. Соответственно, чем больше будет приходить инвесторов именно вкладывать в компании украинские, в доли компаний, тем шире будет возможность украинских компаний для развития. И вот с этой точки зрения, конечно, нам очень сильно не хватает развитого фондового рынка в Украине, потому что, в принципе, возможности для входа инвестиций в компании, они очень узкие в Украине. Что для этого нужно сделать для того, чтобы все-таки расширить и дать возможность на рынке развиваться внутренним компаниям и внутреннему бизнесу? Ну, это опять-таки, знаете, как всегда, это борьба с коррупцией, чтобы компании чувствовали себя уверенно, не только иностранные, потому что у иностранных компаний, иностранных инвесторов есть хотя бы возможность пожаловаться в свои посольства, в свои столицы и надавить каким-то образом политически на Украину. Хотя это не всегда помогает, конечно, как мы знаем, но, тем не менее, хоть какой-то есть рычаг. У украинских внутренних инвесторов такого рычага нет, потому что жаловаться они могут максимум каким-то журналистам. Соответственно, это защита прав собственности и помощь, в том числе, украинским инвесторам. Вот за последние три года, если говорить о коррупции, давлении на бизнес, на украинский, за последние три года наше правительство отменило более тысячи, где-то 1300 устаревших законодательных актов, которые создавали так называемое ненужное давление на бизнес. И были отменены еще 167 указов. Это вот Владимир Зеленский, уже придя, скажем так, ко власти сделал этот шаг. В том числе, 61 указ в экономической сфере, которые были изданы с 1991 по 2000 год. Как вы считаете, может быть, среди тех законопроектов, подзаконных актов есть те вещи, которые сейчас отменены, которые тормозили, скажем так, развитие бизнеса в Украине? Вы знаете, по моему мнению, много актов было отменено, но рейдерские захваты агропредприятий, например, не остановились. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что не работает правоохранительная система нормально, и не работает нормально юридическая система. Соответственно, наверное, ключевой фактор был не в этих каких-то подзаконных актах. Да, возможно, они облегчили ведение бизнеса в Украине в каком-то формате, но это не повлияло глобально на инвестиционный климат, и мы видим это по динамике прироста иностранных инвестиций в том числе. Потому что если мы возьмем за последние три года, то доля иностранных инвестиций в ВВП Украины составляла 2,7 или 2,8%. Это на самом деле очень мало. Для примера, в Болгарии в лучшие годы у нее составляла порядка 28% доля иностранных инвестиций в ВВП страны. Хотя у них, кстати, сейчас тоже упало до двух, и даже меньше, чем в Украине, потому что они не смогли показать иностранным инвесторам как раз-таки динамику в борьбе с коррупцией, защиты прав собственности и так далее, потому что у них тоже очень много рейдерских захватов происходит и так далее. Плюс ко всему, очень важным является для развития и внутренних инвестиций, иностранных инвестиций, это развитие фондового рынка в Украине. Это возможность привлекать деньги не только внутри страны, но и внешне. У нас он отсутствует полностью. И каких-то существенных таких шагов для того, чтобы его развивать, к сожалению, сделано не было. Как считаете, вообще, если говорить к этой же теме, насколько влияет инвестиционный совет национальный на эти вещи? Потому что президент Зеленский подписал указ о перестановках в нацсовете, и указ был 9 августа буквально. Не могли бы Вы сказать, насколько важен сейчас Национальный инвестиционный совет Украины, и вот насколько он может расширить инвестиционные возможности Украины, в том числе в том контексте, о котором мы только что с Вами говорили? Я не сильно верю в его важность, как и в любые инициативы, в принципе, скажем так, государственные, в привлечении инвестиций через какие-то советы или что-то в таком духе. Потому что есть законодательство, которое работает, есть развивающаяся экономика, тогда заходят инвесторы. Сколько инвестиционных советов мы не создадим, и сколько мы членов там не поменяем, от этого не изменится позиция Украины в, например, доли... Инвесторы, когда заходят, на что они смотрят? Они смотрят на емкость рынка. Если мы не показываем, что у населения растут доходы, ну, соответственно, мы не очень интересны инвесторам, которые хотели бы зайти на наш внутренний рынок. Если мы не показываем, что у нас таможня начинает работать нормально, возмещать НДС и начинает абсолютно прозрачно проводить все таможенные оформления, ну, тогда никто не будет размещать у нас производство, потому что украинский рынок сам по себе он очень маленький, он не очень интересен. Инвесторам интересно построить что-то, что можно отправлять на экспорт. Если мы возьмем, например, даже сегодняшний день автомобиль, любой произведенный автомобиль, будь то в Италии, или в Германии, или в Австрии, или, не знаю, где там, в Америке, нельзя сказать, что это там американский автомобиль или немецкий автомобиль, потому что доля компонентов, которые произведены в разных странах мира, настолько высока, что, в принципе, это уже глобальный автомобиль, скажем так. Поэтому производства могут размещаться и в Украине. Вопрос, насколько легко отправить эти компоненты в ту страну, где производится сборка. А рынок земли, насколько он инвестиционно может быть привлекательным сейчас? Потому что в начале августа Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима земельная реформа, и более того, достаточно такие большие, ну, грандиозные планы у команды президента на это направление. И есть заявление о том, что вообще, предполагаю, ну, есть желание, что рынок земли заработает в 2020 году. Верите ли вы в то, что все-таки такая реформа до следующего года возможна? И насколько это важный момент, вообще, рынок земли для привлечения инвестиций за границей? Это очень такая острая тема в Украине. Уже последние, наверное, я не знаю, сколько лет. Лет 10 так точно. Потому что все говорят про необходимость запуска рынка земли. И постоянно, почему-то в последний день, Верховная Рада думает о том, продлевать мораторий или не продлевать. И в итоге продлевает, потому что, говорят, не готовы. Но потом в следующий год весь ничего не делается для того, чтобы запустить этот рынок. Так, ситуация такая. Да, рынок земли, по идее, нужен. Потому что во всех странах практически работает рынок земли. Но говорить о том, что во всех развитых странах работает рынок земли, ну, это неправда. В неразвитых странах, африканских, латиноамериканских, он тоже работает. Соответственно, это не показатель развития страны. Нужно понимать тот факт, что земля — это стратегический ресурс Украины. Причем он невозобновляемый. Насколько хорошо и разумно запустить сейчас рынок земли и быстро, моя точка зрения — это не очень разумно, потому что Украина не совсем готова. Мы не совсем готовы принять нужные законодательные акты, которые бы регулировали правильно этот процесс, которые регулировали бы доступ иностранного капитала именно в земельную сферу. Важно не допустить спекулятивный капитал на земельный рынок. Почему? Потому что, в принципе, малые и средние фермеры — это продуктовая безопасность страны. Мало того, что продуктовая безопасность страны, это еще и огромный экспортный потенциал для страны. То есть большие агрохолдинги, да, они экспортируют сейчас, но они выращивают зерно без переработки. А малый и средний фермер, он заинтересован в том, чтобы как раз-таки запустить и глубокую переработку, чтобы его доход шел не только во время сбора урожая и экспорта его, а и круглый год. Нет. Соответственно, вопрос такой, сможет ли этот малый фермер на сегодняшний день при запуске рынка земли выкупить обрабатываемую землю? Или он будет вынужден смотреть, как спекулянты или горячие деньги пытаются эту землю у него перепродать? Мы, как, например, финансовая компания, которая работает очень активно с аграриями, мы видим, что мы не можем профинансировать на сегодняшний день покупку фермерам земли, потому что нам очень тяжело оценить, насколько эта покупка будет экономически эффективна. На самом деле рынок аренды земли еще в Украине, он очень непрозрачен. И я бы как раз-таки начинал вот с прозрачного и эффективного рынка аренды. Тогда финансовые компании, банки, они смогут оценить, насколько земля привлекательный актив, как под него можно давать кредитование, как его можно потом реализовывать, если фермер вдруг не платит и так далее и тому подобное. Соответственно вопрос такой, как мы сможем сделать так, чтобы украинские фермеры в первую очередь могли купить землю, а не иностранные инвестиции или какие-то спекулянты с этой целью, или не крупные компании. Поэтому в этом примере очень показательный пример Словакии. У них очень грамотное законодательство в земельной сфере. Или, например, соседняя Венгрия, которая абсолютно безграмотно распродала все свои земли, и в итоге мы имеем там только крупные компании и практически полное отсутствие мелкого фермерства. Хотя на Словакии очень сильно давил Европейский Союз с тем, что у них законодательство не соответствовало нормам Европейского Союза и был затруднен допуск международным инвесторам, в том числе европейским, в том числе как и на Польшу, кстати. Но эти страны не поддались, и они очень постепенно, и до сих пор они полностью не открыли свой рынок. Но, может, стоит тогда ввести какие-то определенные ограничения для иностранных инвесторов? Ну, стоит, но как раз-таки команда президента Зеленского сказала о том, что они хотят открыть рынок земли полностью, без ограничений, для того, чтобы он заработал и привлекал инвестиции. Но для понимания давайте возьмем цифру. У нас порядка 40 миллионов гектар – это сельхозугодия. Давайте в среднем возьмем, что земля будет стоить 3-5 тысяч долларов за гектар. Я не верю в историю, что она будет стоить 10 тысяч. Да, возможно, где-то там черноземы будут стоить и 10, но средняя стоимость все равно будет в районе 3-5 тысяч за гектар. Это много или мало? Ну, если мы умножим на 40 миллионов, то это получится 120 миллиардов долларов. Для сравнения, весь иностранный долг Украины – это около 40 миллиардов. Мы же понимаем, что всю землю мы не распродадим. То есть, на самом деле, сколько мы привлечем туда инвестиций? Ну, не так уж и много. Да, очень много по сравнению, то есть потенциал очень большой по сравнению с тем, что заходит сейчас в Украину. Но стратегически, насколько это правильно, надо смотреть. Сергей, я вас благодарю за ваши комментарии, за аналитику. Гостем программы «Лицом к лицу» был управляющий партнер лизинговой компании «Эско Кэпитал» Сергей Васильков. Я, Евгений Огарков, говорю вам до встречи. Оставайтесь с ЮЭТВ. Субтитры создавал DimaTorzok